так друзья еще одна один диалог надеюсь поможет только было выше я так сказать не стал озвучивать там было так хранение пакетах получил маленьких немножко песку сырого так и хранил а в это время влаги для всех каждого десятка не хватило вот с этого момента мы начнем все я вас услышал коллега с ней еще будем пробовать пробовать а то я то так это как-то вы заразили я прям это перед сном ваши видосы с таким удовольствием просматриваю же вижу свой сад и тут бах блин прям как по рукам ударило знаете вот ладно хорошо сейчас сделаем может быть все таки еще это не что-то получится спасибо я получил еще один фильм сейчас мне многие это фильмы присылают и вот там вот интересно вот ждал 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 и вот только вчера позавчера у человека начали сходить вот и то есть сменилось как бы настроение сразу на оптимистическое ну будем надеяться что только пожалуйста держите меня в курсе я всегда переживаю я так хочу чтобы все псоды были у всех я получил еще один фильм как как каждый раз я распасовываю по десятку естественно экономлю на песке песка там немного жменька доехала и я же посылаю параллельно видеофильмы о статификации всех должен был автоматом уже на автомате вы вторую взять побольше четверть литра пол литра на эти же десяток косточек и тогда получилось будет следующее что точкация продолжается а когда остается маленькой пакетики песку не хватает влаги песке не хватает или равномерно все в рассасу разбирает этот песок просыпались а проснуться не могут не хватило влаги или 1 2 3 я показывал такие фильмы вот показывал такие фотографии где лежат лежат прям холодильнике в холодно все все замечательно в этом маленьком пакете и смотришь одна проснулась две максимум три остальные не подумали так ну ладно давайте продолжим диалог валерий константинович я честно признаться просто как бы стеснялся вам написать или голосовое думаю блин у вас там столько забот столько сейчас летом началось свой сад еще столько клиентов каждый будет звонить вот а тут все-таки ну думаю спрошу может быть может быть это самое ответите и видите вы как это так что будем считать что я наверно вовремя все-таки сделал вам сообщение ваша фраза во столько клиентов тихо и на сегодня двое приезжали к сергею а я пытался книги это сам продать бесполезно вот я уже сколько дней сижу без единого заказа вы говорите клиентов у меня вот кончилась зима все надо это пережить лет это же я вам плачу как своего по вашему тону я чувствую чтобы однако так теперь прислали мне прислал он мне прислал вот этот ролик вот так вот зарождаются агрикосы сибирском городе так посмотрели ролик идем дальше что я ему ответил то можете я только сейчас увидел ваше это сообщение я где-то бывает задержки это потому что он просил у меня разговор на 35 минут еще ролик приходится давайте его посмотрим может удастся прокомментировать валерий константинович здравствуйте это иван вас беспокоит из омска данилка не обещал вам что наберу посмотрите вопрос мне вот это груша ну понятно это яма это ошибка моя теперь выкапывать уровня смысла нету ну дождаться хотя бы первые плоды не должна на поигнуть понять достойные они или нет вот смотрите ну подрезал в том году подрезал я только в том году посадил за зиму она но здесь я так понял что она у меня вот высохла но пошел вот побег какой-то но вот он тоже я не знаю что это за побег я думал что толку с него не будет вопрос то есть как я сейчас можно или дождаться осень или прям сейчас можно и вот как обрезать и вот выше почки по моему или пост или до почки я ваши книги читаю но еще время мало не до конца но прочитал что вот с этой делать но вот эти побеги конечно по старой жизни я бы это все делал за каркса скромсал бы теперь трогать не буду по вашему совету по вашей рекомендации надеюсь она делает все правильно вот это первый вопрос вот смотрите наконец человек становится нашим человеком значит он сам упомянул что классическое садоводство нижние бы ветки себе отрезать верхние оставить саженец естественно не совершенно не подвергался никакой балансировки по железу вот это был он должен был бы отрезать раньше так и все было бы нормально а он в это время подыхал постепенно почему корней не хватило все это вырастить да придется вот здесь где-то на середине фотоснимка отрезать и растить уже как бы с ним с нижней части как бы кого отведите вот а это все вот якобы вот эти ветки нижние которые выросли вместо верхних выросли нижние их ненавидят помните выпустив стимире таких ненавидят вот так вот если фотографию сделать с экрана вот так вот они тоже не медленно не знаю что вверх уже погиб не знаю потому что да не хватило питания да вот они бы сказали срочно удалить отрезы и чтобы тогда осталось а смотреть глаза выпустив себе чтоб тогда осталось а у тех уже начал разбираться вот так и сказал еще фильм валерий константинович второй вопрос вот была яблоня плоды не успела дать не знаю то есть в том году вот основной ствол шел он что-то после зимы хреновну плохо ему было и короче вот здесь был волчок вот этот маленький я вот это обрезал на число волчок начала развиваться развиваться и хорошо хорошо за прошлое лето вот видите он как шоу то за за лето в конце лета я у машу где-то услышу на на кольцо резать видите по нарезанку и походу вот здесь вот запустил мороз вот этот узел больной она то проснулась ну видите она как хреново вот эти вот это вот развития нет она не развивается но зато развитие идет снизу причем развитие идет я вижу что два вида вот видите вот это вот один вид народ благородный который привитый а это вот который наверное дичка ну и сколько много здесь перья ничего не пилю ничего не откусываю но считаю что очень многое пошло что скажете или ликвидировать эту яблоню время не теряете не занимать место или все таки вот вот эти вот которые ниже идут отрезать оставить только вот этот благородные и посмотреть что будет чё подскажете вот прям вопрос ну что значит вот те которые первый вариант уничтожить успеете всегда и годом позже если чё да вы действительно здесь допустили страшные раны вот но уже ясно было что все что выше этой страшно рады когда вы отрезали основной ствол уже толку не будет значит будем а снизу все-таки с примитой части пошло кое-что но в основном лезут декает подводный подзем под нижнюю часть это сама подвойная значит что надо делать там где вас рука то что вы держите левой рукой вот здесь отрезать она не за подвесоса штампом оставляйте вот вот так вот такая вот вот с пастырку вот и пусть они так влачат существование лишь бы раны не было на штампе еще снова полезу снова отсекните вот так оставить там их пусть даже пять-десять этих они сильно мешать не будут а культурные вот это вот культурная пойдет вверх вот я считаю что я как смог ответил на ваш вопрос а да все что выше вот это вот где страшные раны это можете сейчас уже убирать все что выше это не жильцы ну еще смотрим дальше у меня черевишня черевишня багряная багряная это я ее в Уфе покупал ну тоже она была подвержена резки тотальной в прошлом году но выжила выжила снизу пошли вот такие тоже отростки в прошлом году тоже были я это все дело благополучно резал вот видите формировал штамп в этом году я не притрагиваюсь хотя у них пять советчиков подходили что вы делаешь надо все это обрезать ну как бы это ну благополучно тоже плодов пока не видел цветение тоже но надеюсь будет супер вот и вот поэтому это черешня так давайте пока забьем на две части и так и так и так лисе ну лисе побеги вот это первая часть советчиков походили что делаешь надо вам советуют вот это все уничтожить а я вижу так что выше штампа это почти метр он и уже изуродован и кажется руками и тем более еще и морозами вот и скорее всего все что высшего от ваших пальцев все это умрет значит торопить не надо мало ли пару теплых зим может даже какую дяготку попробуйте но отнеситесь к этому философски умрет верхняя часть помогать и не надо убирать не надо вот и надеяться на нее особо не надо а надеяться надо вот эти ветки нижние но возможно хотя это черевишня если на привет она скорее всего привита на вишню именно вишня всегда как молодые побеги дают очень крупные листья поэтому это подпутать а может это привойные веточки может это уже сама черевишня тогда у дерева есть второй шанс то есть вот это где у него пальцы это все и выше погибнет и бог с ним скорее все таки будет процентов а это пойдет снизу кустом и у вас все-таки вы дождете черевишня который будет частично укрыта снегом так ну и что еще у нас есть а вот еще у нас последние поле и константинович но это уже вот ваши плоды вот видите это пятый сын манжурца вот так вот пошел это вот амур иди косточку вытолкал вот и то есть косточка была под землей правильно он сказал он вытолкал ее она сама себя вытолкала она всегда упирается на корень и вылазит из земли в наглую целиком и тогда когда она вылезла земли вот это место где вот вот я показываю надеюсь на телефонах видят вот это место корневая шейка находится на уровне земли это получается абсолютно здоровое дерево здесь оправда этого не вижу но здесь мне это радует душу вот это вот что вот это вот косточка вылезла из земли целиком значит кальнировая шейка там где положено быть ну давайте дослушаем серьезнее вот этот вот что-то слабенький но это третий сын манжурца это вот тоже амур не знаю у него листочки тут чуть-чуть желтеют его честно сказать или поливать или вот так вот в глубину палец опускаю а вроде еще хочет сверху прихватила а там сверху она влажная вот потом так 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 где у меня еще и вот красавчики вот виде это пятый мажор сын мажурца это вот амур тоже вот а это не помню но у меня записано у меня там все это дело дело в тетради отмечено вот еще там а вот еще смотрите тоже вот лиц это тоже амур просто косим не нарушать а вот это вот фаина фаина единственная косточка фаина вот она видите тоже зашла вот прекрасно видно что косточка вылезла что если и заглублена немножко самое страшное глубоко посажены косточек основания штамба под землей и отсюда короткий век и отсюда миллионы попыток неудачных о чем не догадываться и сейчас ушли из этого мира уже ушли уже там на небе ну а до сих пор если только там их никто не это самое не научил они так уходя становясь классиками не знали что нельзя глубоко закопать косточку вот на этом мы и закончим нашу это сама дергается моргает зарядка благодарю за внимание иван данилка спасибо вы помогли создать фильм надеюсь полезным всем